Если вы ищете сокровища или вдруг срочно решили разбогатеть, на проспекте Вернадского 109 есть все, что вам нужно. Нет, не смотрите на вывеску ювелирный. Сокровища находятся не в магазине. Настоящее богатство рядом. Это центральная библиотека номер 202 имени Юрия Гагарина. Единственная в Москве библиотека, в которой собран уникальный фонд по истории освоения космоса. Это обязывает нас к тому, чтобы в фонде нашей библиотеки было собрано много книг, всяких наглядных материалов, посвященных Юрию Алексеевичу Гагарину, космосу, космическим исследованиям. Библиотека была открыта в 1968 году, а спустя 16 лет ей было присвоено имя первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина. На сегодняшний день она представляет собой публичную библиотеку и является современным информационным, досуговым и культурным центром. В библиотеке, которая гордо носит имя самого известного советского космонавта, просто необходимо иметь собственный музей, посвященный Юрию Гагарину. И он здесь, конечно, есть. Выставка, хоть и небольшая, зато наглядно отражает основные этапы жизни Юрия Алексеевича, его юность, подготовку к полетам, а также жизнь после космического путешествия. Здесь литература по истории освоения космоса. Тут и начиная с истоков космонавтики, Калужская земля, о Циолковском книге, о Королеве, ну, естественно, о самом Гагарине. Кроме книг, в экспозиции представлены фотографии из личного архива Гагарина и его семьи, открытки, посвященные космической тематике и необычные сувениры. Крайний тут сувенир, это один из последних, это на юбилей 75-летия Гагарина подарил наш читатель, который работал на космодроме Байконур, такой Александр Михайлович Чумаков, генерал. Он ходит к нам в библиотеку и очень приветствует то, что мы поддерживаем интерес к космическим исследованиям. И вот он к юбилею подарил нам такой сувенир, на нем земля с космодрома Байконур. Музей существует уже 4 года и экспозиция регулярно пополняется новыми экспонатами. Экспонаты, во-первых, мы сами, когда где-то кто-то бывает, что-то фотографируем или приобретаем, нам дарят. Ну и, конечно, много чего нам дарят наши читатели. Или вообще, когда узнают, что у нас тут такое место, посвященное Гагарину и космосу, вот сестра скульптора подарила нам этот бюст. Этот музей позволяет любому читателю узнать больше о жизни первого космонавта. В нашем районе есть читатели наши, пользователи библиотеки, которые сами непосредственно с Гагариным встречались или по своей работе, по роду своей деятельности, имели отношение к космическим исследованиям. Таких у нас, к счастью, много людей и приходят и с интересом принимают участие в наших встречах, рассказывают, делятся своими впечатлениями, воспоминаниями. Гагаринские чтения, циклы музыкальных вечеров под названием «Живая музыка», клуб друзей Булата Акуджавы. На этих встречах читатели и друзья библиотеки общаются, знакомятся с интересными людьми или просто отдыхают. Вот, например, сегодня, 13 апреля, в честь Дня космонавтики, библиотека пригласила к себе школьников для того, чтобы отметить этот праздник. Библиотекари показали ребятам музей Гагарина и познакомили их с доктором физико-математических наук Валентином Ефименковым. Валентин Дмитриевич рассказал школьникам о своей дружбе с первым космонавтом. Часто Гагарину говорили, тебе повезло. А он говорит, да, меня учили, что везет тому, кто сам везет. На вопросы Викторины о жизни Юрия Алексеевича и первом полете в космос ребята ответили блестяще. На каком корабле был совершен первый пилотируемый полет? Возвольте. Певец Дмитрий Гриних исполнил песни, посвященные первому полету человека в космос. Певец Дмитрий Гагаринской весны и продолжается полет в бессмертном подвиге страны. Певец Дмитрий Гагаринской весны и продолжается полет в космос. Певец Дмитрий Гагаринской весны.